Сейчас уже мой доклад «Аритмия сердца. Психосоматические проблемы». Я отвечаю в нашей команде как раз за «Аритмия сердца». Возможно, мне было несколько проще, потому что я не так давно переиздавал книги, касающиеся психосоматических аспектов, в том числе и кардиологических заболеваний. И вот в этом году вышло большое руководство в девятый раз – «Аритмия сердца». И там тоже есть раздел, посвященный психосоматике. «Аритмии» много, их сотни вариантов, поэтому задача была выбрать наиболее актуальные проблемы. И в «Аритмологии», конечно, две самые важные проблемы – это фибрилляция предсердий, потому что она частая и потому что она может вызвать инсульты. И вторая проблема – это внезапная сердечная смерть, которой уже коллеги сегодня темы этой касались. Вот как табличка выглядит по фибрилляции предсердий, и мы очень надеемся, что наши коллеги в таком же виде сформулируют тезисы. Вначале идёт короткий тезис, затем класс, то есть первый – это самый высший класс, два А – это целесообразно использовать, но остальные редко используются всё-таки. И уровень доказательности. А – это очень надёжные, это рандомизированные крупные исследования, Б – менее надёжные, но С – это мнение экспертов. И вот следующая колонка, она тоже обязательно и важна – это исследования, которые подтверждают тезис. Вот так формулируются в международных рекомендациях вот эти позиции. Если касается фибрилляции, то коротко, значит, приём алкоголя повышает респибрилляцию предсердий у мужчин. Тревожные депрессивные симптомы и расстройства ассоциируются с усилением психосоматических местов, возрастанием риска и рецидивов фибрилляции предсердий, снижают качество жизни. Фибрилляция предсердий ассоциируется с возрастанием риска деменции, в основном за счёт кардиомболии, конечно. То, о чём уже Ольга Вячеславовна говорила, да, все ОЗы повышают риск кровотечения, особенно при совместном приёме с антикоагулянтами, которые мы часто назначаем при фибрилляции предсердий. Контроль синусового ритма и оральные антикоагулянты могут снизить риск деменции. Депрессия и тревога могут уменьшить приверженность пациентов к приёму оральных антикоагулянтов, а это очень важно, потому что это инсульты. Отказ от алкоголя регулярно пьющих снижает частоту фибрилляции. Бета-блокаторы эффективны при аритмии и провоцируем стрессом. Ну и катетерная абляция снижает риск тревоги, депрессии и деменции лучше, чем медикамент. И дальше идёт уже подтверждение. Вот я просто несколько исследований. Вот смотрите, при низком и умеренном уровне потребления алкоголя повышается риск возникновения фибрилляции предсердий у мужчин. И посмотрите, это мета-анализ, но хотя и не рандомизированных исследований, наблюдательных в основном, но посмотрите, почти 10 миллионов участников, причём с использованием рандомизации. То есть это достаточно серьёзный доказательный уровень, по крайней мере для класса Би точно. Дальше. Отказ от алкоголя снижает рецидивы фибрилляции предсердий. В основе этого положения лежит рандомизированное исследование, но небольшое. Видите, 140 человек, то есть 70 туда, 70 сюда. Это значит, до уровня А, конечно, не дотягивает, потому что, чтобы надёжно иметь, нужно, конечно, больше пациентов в этом исследовании. Ну, какие есть. Влияние тревоги на качество жизни. В данном случае, проспективное наблюдательное исследование почти 1200 участников. То есть психическая мультиморбидность, тревога, депрессия распространена и снижает качество жизни и симптомную нагрузку по шкале. Вот это тоже очень важная для кардиологии положение и позиция, что СИОЗы обладают дезагрегирующим эффектом и, соответственно, сами по себе могут вызвать кровотечение. А если мы ещё добавим дезагреганты и антикоагулянты, то риск у нас будет довольно приличный. Но поскольку не было рандомизированных крупных исследований, в основном это наблюдательные исследования, уровень доказательности будет Би. Ну и это тоже известная вещь, пациенты с фибрилляцией предсердия имеют повышенный риск деменции, который, собственно говоря, можно предупредить при активной и адекватной антикоагулянтной терапии. Вот что касается внезапной смерти. Ну, во-первых, то, о чём уже Ольга Вячеславовна говорила, это очень серьёзная проблема в психиатрии, что у пациентов с повышенным риском внезапной сердечной смерти необходимо ограничить приём психотропных препаратов, увеличивающих риск желудочковых жизнеопасных аритмий. Потому что заболевания сердца многие повышают риск внезапной смерти, есть врождённые ещё варианты и так далее. То же самое. И тут надо, я думаю, нам синхронизировать с разделом психиатрии, чтобы либо оставить его в общем разделе, либо перенести сюда всё, что касается внезапной смерти, КУТЭ. Да, Ольга Вячеславовна? И тогда мы вместе поработаем над формулировкой, чтобы она была в одном месте, она была унифицированная. И психоэмоциональный стресс, он может быть триггером, но не для всех аритмий. По крайней мере, вот для этих это доказано, для других это не так надёжно, имеется доказательная база. И очень важный раздел – это имплантированные кардиоверторы-дефибрилляторы. И вот посмотрите, психологическая оценка, мониторинг и терапия должны использоваться рутинно. Положение очевидное, но исследований-то нет, поэтому это класс С будет, то есть это мнение экспертов. Но оно настолько очевидно, что нужно ли проводить исследование или нет. Обычно в таких случаях при очевидных вещах исследования не проводятся. Ну и то, что имплантация кардиоверта-дефибриллят повышает частот тревоги, депрессии, стрессового посттравматического расстройства, особенно у пациентов, испытывающих разряды. Разряды – это очень тяжёлая ситуация, крайне неприятная. Она выбивает порой на несколько дней пациентов. Ну вот то, что снижает качество жизни. Вот что касается интервала КУТЭД. То же самое. В основе этого положения метаанализ почти 4 тысяч пациентов, причём это современный метаанализ, не старый, там, где уже использовали методы псевдорандомизации. Это заметно повышает уровень доказательности этого метаанализа. Слово «метаанализа» не говорит, что это хорошего качества исследования. Понимаете? То есть метаанализы бывают разные, причём очень низкого качества. А нам нужно для рекомендации отбирать максимально качественные исследования. И поэтому тут очень важно анализ уровня и качества исследования, которыми мы должны подкреплять свои положения. Здесь то же самое метаанализ, видите, с почти 40 тысяч человек. И естественно, что такой метаанализ позволяет нам поставить уровень B. Довольно неплохой уровень доказательности под нашим тезисом, что депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство широко распространены при имплотируемых кардиовертеров и дофибрилляторах, особенно у тех, кто испытывает разряды. То же самое тут наблюдательное исследование, 10 центров. Но скорее всего это класс B всё-таки будет. Хотя уровень доказательности чуть пониже будет. Но у нас всего три градации, поэтому тут надо как-то определиться, либо C, либо B. В каких-то случаях это довольно непросто бывает сделать. В данном случае я отнес классу B. Создание рекомендаций – это очень серьезная аналитическая работа. К сожалению, сослаться на психосоматические зарубежные рекомендации и переписать отсюда в подавляющем большинстве случаев у нас не получится. Нам придется делать это самим. Но это и здорово. То есть мы впервые сами создаем в мире современные рекомендации, сами проводим аналитическую работу. И я бы хотел обратить внимание, что просто занимаюсь этим почти 30 лет, и я веду базу данных. Еженедельно она обновляется. Сканирую лучшие исследования, самые авторитетные журналы, включая психиатрические и кардиологические. При необходимости, если кому может быть покажется полезным, можно будет скачать с кардиосайта известного, там есть страничка программы. Можно скачать программы и еженедельно обновляемую базу данных. А там она по рубрикам. Там можно найти как раз интересующий вас раздел, например, острые коронарные синдромы, психические расстройства и так далее. И может быть это вам будет полезным. И кроме того, создана еще программка для электронных устройств, мобильных. Там же тоже можно зайти с Google Play или с других маркетплейсов, скачать ее. И у вас уже на мобильном устройстве, это же база данных, кстати говоря, тоже будет, и вы можете оперативно, даже читая лекцию, посмотреть что-то или вопрос умный задать. Я иногда так делаю. Внизу это ссылка. Ну и поскольку мы с коллегами уже делали рекомендации по переоперационным рискам, я бы хотел несколько тезисов сформулировать. Это очень тяжелый был путь, больше двух лет мы работали. И очень сложно на самом деле работать, потому что не все склонны к такой работе. Во-первых, нужно быстро создать раздел, и потом долго, кропотливо, систематически над ним работать и совершенствовать. Это не всегда быстро удается. И надо понимать специфику рекомендаций. Хотя вроде все пользуются, все в лекции вставляют, а написать возникают большие трудности. То есть этому надо будет учиться, у кого нет опыта создания рекомендаций. Еще раз, самостоятельная аналитическая работа – это не переписывание других работ. Понимаете? Если вы создаете рекомендации свои, отечественные, то есть вы должны посмотреть, какова доказательная база, какие современные исследования. И поверьте, если вы будете анализировать международные рекомендации, то вы увидите, что там не все так идеально, как кажется. Некоторые положения сформулированы не совсем корректно. Доказательная база крайне слабая и ограниченная, хотя можно было найти другие исследования в частности. И вот эта проблема, которую мы даже здесь увидели, автор разделов не координирует между собой. Вот написали и все. Их же надо как-то сводиться, поставлять, иначе дублирование получается и так далее. Еще одна проблема, мы ее не преодолели, кстати, в наших рекомендациях. Внешние рецензенты критического анализа практически не было у нас. Там запятые, нашли какие-то мелкие такие вещи. А критического анализа такого никто внешне не проводил. И такая же проблема и у других коллег, мы спрашивали их. Поэтому внешнее рецензирование, вот такое надежное, корректное, серьезное, вот эта проблема, которую мы до сих пор пока, ну, по крайней мере, нам не удавалось решить в наших предыдущих рекомендациях. Ну вот, коллеги, коротко у меня информация по моему разделу. Спасибо вам за внимание. А, это слева у вас, смотрите, это стрит-арт, знаменитый братский стрит-арт. На домах, на каких-то развалинах рисуют такие рисунки. Слева это художница известная, она вот на какой-то трансформаторной будке нарисовала. Это идея какая, да, что небо отражается по-разному в разных сосудах. А вот справа это я уже сделал. Что бы мы хотели видеть в рекомендации? Чтобы у нас все-таки была какая-то унификация. Спасибо вам.